Покушение на убийство. Заговор. Российские агенты. Если накануне в Германии говорили о противостоянии российской угрозе с помощью американских крылатых ракет, то в пятницу американская телекомпания CNN сообщила, что разведка США, возможно, на раннем этапе, сорвала планы по организации убийства главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall. И, как утверждается публикацией немецких СМИ, за этими планами могла стоять Россия. Хотя прямых доказательств этому утверждению не приводится. Официально в этой истории нет задержанных и нет подозреваемых. Уголовного дела тоже пока нет. Публикации в прессе основываются на неофициальных данных, полученных журналистами из своих источников в спецслужбах. Но этих данных достаточно для того, чтобы вызвать жесткие заявления на саммите НАТО. Я начну мой ответ с того, что скажу, что не буду комментировать конкретную публикацию. Но что я могу сказать, так это то, что мы наблюдаем кампанию, спланированную российскими спецслужбами по организации враждебных акций против стран НАТО, включая диверсии, поджоги и кибератаки. И все это неразрозненные акции, все это часть кампании, исходящей из России. И цель этой кампании, конечно, отбить желание у стран НАТО поддерживать Украину. Но что мы видим в последние месяцы, так это то, что союзники по НАТО не дают себя запугать. Более того, они увеличивают поддержку, направляя все больше помощи Украине. Представители правительства Германии в пятницу отказались комментировать публикации в СМИ о якобы сорванных планах по организации покушения на главу оборонного концерна. Вместо этого они ограничились общими заявлениями об угрозах со стороны России. Судя по публикациям немецких СМИ, речь шла скорее об абстрактной угрозе директору Rheinmetall Армену Папергеру, а не конкретных планах по организации покушения. Эти подозрения основывались на анализе слежки за группой русскоязычных граждан, въехавших на территорию Шенгенской зоны. Часть из них наблюдали рядом с офисом оборонного концерна в Дюссельдорфе, а часть — в тех местах с ограницей, которые посещал промышленник. Собранной информации было недостаточно для возбуждения уголовного дела или для ареста подозреваемых. Как пишет Шпигель, ситуация разрядилась, поскольку предположительные агенты, похоже, отказались от своих планов. Rheinmetall — крупнейший немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Этим летом компания откроет завод по производству бронетехники на территории Украины. Ее директор оказался в центре внимания с начала войны в Украине, которая привела к многомиллиардным за год заказам на производство оружия. Для одних он стал символом модернизации бундесферы и солидарности с Украиной, а для других — барыги, которые наживаются на госзаказах. Как пишет Шпигель, в отличие от абстрактной российской угрозы, угроза левого экстремизма для шефа Rheinmetall вполне реальна. В апреле прошлого года левые экстремисты сожгли его домик в садоводстве и открыто в этом сознались. Личная охрана директора концерна была усилена еще до этого. Продолжение следует...